И снова блокада. Поддержать польских перевозчиков решили и словацкие. На территории Словакии перевозчики 21 ноября блокировали грузовики, которые едут через единственный пропускной пункт с Украиной. Таким образом, Словакии поддерживают польских коллег, которые уже неделю блокируют границу с Украиной, требуя отмены либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков. Когда Украина и Европейским Союзом был подписан договор о фактически транспортном без визе до лета 2024 года, по мнению польских и словацких перевозчиков, они оказались в заведомо неконкурентных условиях. То есть в условиях, когда из-за конкуренции со стороны украинских перевозчиков они несут существенные потери. И в принципе они никак не могут, ну как они считают, никак не могут решить эту проблему, потому что Украина предлагает более дешевые, более массовые, ну и в какой-то мере даже более качественные услуги. И они выступают за необходимость, ну фактически при остановлении вот этого транспортного без виза. Уже утром 22 ноября стало известно от украинских пограничников, что граница со Словакией была разблокирована. Союз перевозчиков Словакии от блокады дистанцировался и утверждал, что это деятельность отдельного лица. Ранее председатель данного союза заявил, что они в дальнейшем введут блокаду на территории Словакии, если не будет достигнуто соглашение, а польские перевозчики продолжат протесты. Словакии не способны так сильно заблокировать поток товаров, как поляки, ведь между Украиной и Польшей длинная граница, а соответственно поляки блокируют сразу три КПП. В то время словацкая граница – это один контрольно-пропускной пункт. Но если это будет дальше расти, и там будут присоединяться, например, фермеры, как это в Польше произошло, но это уже проведет какой-то глобальной достаточно проблемой. Такие акции протеста как представителей Польши, так и Словакии значительно усложняют доставку в Украину жизненно необходимых товаров, включая как товары военного назначения, так и гуманитарную помощь. В то же время проблемы с поставками начинаются и в Европе. Блокирование – оно же обоюдоострое оружие. Оно с одной стороны бьет по Украине, но с другой стороны оно бьет же и по Польше. Они не ездят, они не возят. Они, соответственно, имеют определенные проблемы. Плюс они очень сильно портят себе, получается, имидж еще на уровне Европейского Союза. Это может привести к серьезным проблемам. И проблемы эти могут быть не со стороны Украины, а именно от ЕС. Представители Украины пытаются решить эти проблемы способом договоренности. С поляками уже были переговоры, но пока что ситуация на границе зашла в тупик. Но вот от Союза могут полететь даже санкции. Европейские лидеры осуждают такие блокады и требуют вернуться в законодательное русло. Ведь соглашение о транспортном безвизии было подписано всеми странами. Пока это на уровне таких заявлений. Туда отправились соответствующие представители, которые ознакомливаются с ситуацией на местах. Но если она и дальше будет не решаться, не исключено введение каких-то внутренних санкций или ограничений именно для Польши со стороны ЕС. Потому что это же блокирует вообще торговлю по всему Европейскому Союзу. Кстати, польские перевозчики составляют 30% рынка ЕС. И это в определенной мере бьет уже и по другим странам. Со Словакией может быть такая же санкционная история. Есть ли в таких блокадах политический подтекст? Как заявляют эксперты, его там не видно. Ведь заявления протестующих достаточно простые. Да и не видно, чтобы кто-то с ними работал, грубо говоря, в пиарном плане. Пока политики там нет. Но она может появиться, если, конечно, правительства этих стран, например, категорично станут на защиту своих перевозчиков и начнут требовать каких-то уступок уже на уровне государств. Тогда это будет политический вопрос. Но пока он больше вопрос такой, знаете, секторальный или отраслевой. И его пока нужно решить именно в таком контексте, не выводить его на другой уровень, потому что тогда гораздо сложнее это будет все сделать.